Добрый день! Меня зовут Егоров Александр. Я ученик пятого класса Арсунской средней школы Верхневолюзского района. Тема моей работы в влиянии бытовой техники на рост и развитие семян фасоли. Актуальность. В настоящее время трудно найти дом, в котором не было усилован набора бытовых приборов. Например, холодильник, телевизор, электрочайник и т.д. Люди недостаточно проинформирования о влиянии электромагнитных волн на живые организмы. Гипотеза. Если на посеянные семена круглосуточно воздействовать электромагнитными волнами от бытовых приборов, то их прорастание задерживается. Цель. Изучить влияние электромагнитных волн бытовой техники на рост и развитие растений на примере фасоль обыкновенной. Задачи. Первое. Сделать литературный обзор. Второе. Изучить бытовую технику исследуемых участков. Третье. Провести проращивание семян фасоли. Четвертое. Наблюдать за ростом и развитием семян фасоли под влиянием электромагнитных волн. Пятое. Сделать вывод и дать соответствующие рекомендации. Третье. Используемые оборудования. Микроволновая печь. Телевизор, холодильник и семена фасоли. Медоды исследования. Анализ электромагнитных источников. Экспериментальный. Экспериментальная часть. На данной таблице частота электромагнитных волн и мощность исследуемых бытовых приборов. Телевизор. Микроволновая печь. Холодильник. Результаты в проращивании семян фасоли с первого по третий день. Качество семян определяется рост и развитие. В общем отобрано 40 семян фасоли. На каждом участке по 10 семян. На неглубокую поверхность вложим вату. Потом фасоль. Входом намачиваем водой. Первый. Первый. Холодильник и телевизор восхождены. Второй. Второй день. У всех, но в комнате наименьшее. Результаты прорастливания после второго дня воздействия изучения. Холодильник, телевизор, гравановая печь. Третий день. На пятый день ростки посадили в готовую почву. С момента посадки фиксировали рост растений. На участках микроволновая печь. Холодильник, телевизор. Растут интенсивно. А на комнате растет естественным путем. Сравнение роста фасоли исследуемых участков. Максимальная высота ростков. Холодильник. Почему? А на холодильник он работает целый день. Телевизор. Работает с утра до вечера. Микроволновая печь. У него большой диапазон. Комната. Идет своим естественным путем. Первое. На пятнадцатый день на участках микроволновая печь. Холодильник, телевизор. Начали вянуть. А на комнате стебель начал крепким. И начала расти. Заключение. Сделали ли литературный обзор по тематике исследования? Воздействие бытовых приборов. На растения проанализировав, выяснили, что любой электроприбор является источником электромагнитных волн. Второе. Проявили проращивание семян в фасоли. Все наблюдения фиксировали в дневник наблюдения. Третье. При выращивании растений вблизи электроприборов в первые дни наблюдается положительное электромагнитное влияние волн. Но с течением времени наблюдается отрицательное влияние. Так как оно ускоряет метаболизм. И процесс поглощения воды соответственно сказывается на морфологии растений. Фасоль, который рост у бытовых приборов после этого активного роста стали увядать. А в комнатном растении имели здоровый вид и начали свисти. Четвертое. Связи с изучением свойств бытовых приборов. Можно рекомендовать использование электромагнитных волн. Более высокое урожание. В сельском хозяйстве стоит только в начале этапа проращивания семян. Но также для улучшения семян урожая необходимы простые условия. Солнечный свет, уход и влажность. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok